Со времен Желтой Калины мы прекрасно знаем, что президент России может и любит ездить за рулем автомобиля. А теперь Владимир Путин освоил принципиально новую технику – двухзвенный гусеничный вездеход. На этой машине Владимир Путин и Сергей Шойгу передвигались по сибирской тайге, о чем свидетельствуют снимки, опубликованные пресс-службой Кремля. Пробираясь через сугробы, валежни, кручьи и узкие проходы между деревьями, путники делали остановки. Дополняет картину ТАСС. По фотографиям может показаться, будто глава страны выбрал технику вероятного противника. А точнее, знаменитый шведский BV-206. Во всяком случае, характерная конструкция и силуэт скандинавского двухсекционника на иллюстрациях присутствуют. Вот только немногие знают, что такие штуковины вполне легально, по лицензии, выпускал входящий в группу ГАЗ Заволжский завод гусеничных тягачей. В российской версии модель получила название ГАЗ-3351. От исходного шведа отечественный аналог отличается лишь деталями – оптикой, зеркалами и другими нюансами. Однако факт остается фактом. Формально президент управлял машиной из категории «Сделано в России». К предыдущей новости нелегко подобрать достойную пару. Но мы попробуем. В Австралии стартовали продажи полноприводных грузовиков «ГАЗ Садко-Некст». На зеленом континенте отечественный вездеход будет представлен под именем «Трекмастер 4х4». В плане техники австралийская версия аналогична российской. Это значит, что под капотом упрятан 150-сильный турбодизель «ЯМЗ», с которым состыкована пятиступенчатая механика. Кроме того, модель отличает жестко подключаемый передний мост, а также наличие понижающей передачи и межколесных блокировок. И продолжая тему российского автопрома, совместное предприятие «Солерсфорд» готовится начать выпуск чисто электрической версии фургона «Форд Транзит». Более того, в компании даже готовы локализовать производство электромоторов и батарей. Аккумуляторный транзит может быть интересен перевозчикам, как транспорт последней мили, то есть транспортировщик грузов от перевалочного хаба до конечного адреса. В крупных городах, где могут появляться вольт-амперные грузовички, для них предлагается установить определенные преференции. А точнее, разрешить такой технике проезжать туда, куда обычным машинам путь закрыт.